Привет всем, мои дорогие! Спасибо, что взглянули ко мне на огонёк. На две недели я пропала, к сожалению. Было это связано с болезнью. Подцепила я что-то респираторное. Сейчас я уже на много лучше нахожусь в процессе выздоровления, но что-то этот процесс затянулся. Немного затянулся. Будем надеяться, что уж хотя бы к Новому году я выздоровею полностью. И я всё это время почти прыгала в постели. Был у меня постельный режим. Но просто так болеть я, конечно же, не могла. Мне хотелось вышивать, во всяком случае, что-то творить. Пробовала я в постели вышивать своего чебурашку. Совместный процесс вышиванка. Но не получилось у меня. Было много мучений, потому что, представьте себе, её посели вышивать на верхней одежде. Я её раскладывала поверх одеяла. Брала все свои ниточки, иголочки. Тут же припрыгивали обе мои кошки. Они очень любят всё меховое, пушистое. Они тут же начинали облизывать мех. И что самое неприятное, водорастворимую канву. Поэтому для того, чтобы вышить хотя бы там один листочек или один лепесточек, приходилось очень много суетиться, выгонять кошек, искать ниточки повсюду. В общем, одно мучение, а не творчество. И я решила, что, наверное, пока я болею, чебурашку придётся отложить на какое-то время. Попыталась я некоторое время поболеть просто так, как те нормальные люди, но не получилось. У меня горло болит, неприятно, и нужно что-то, в общем-то, как-то отвлекаться. И придумалось мне для того, чтобы не искать многочисленные ниточки, вышить какой-нибудь монохром. А так как монохром для меня лично, это немножко такое скучноватое занятие, я и придумала вышивать монохром металликом, золотистым, который мне Лариса в своё время выслала, за что ей огромное спасибо. И для того, чтобы уж жизнь совсем малиной не показалась, а на самом деле для того, чтобы действительно очень сильно увлечься, потому что всё очень сильно болело, и надо было как-то отвлечься, в общем, я решила вышивать этот монохром на лине 36-го каунта. Это Леон Эдинбург, производство Свайгард. И вышивать не просто на лине, да, а на переплетение один через один. То есть не как обычно через два переплетения мы вышиваем, а через одно переплетение, чтобы получилась такая вот миниатюрка. Я подумала, что если миниатюрка у меня получится, то делаю я из этого что-то типа брошки, например. Схема была выбрана, и процесс пошёл. На всё про всё у меня ушло, наверное, дней пять. Вышивала я без лупы, но при хорошем освещении, глаза, конечно, сломала, тяжеловато. И вот что у меня в результате получилось. Сразу хочу сказать, что бантик нижний у этого букетика я вышивала под конец, и подумала, что для разнообразия нужно всё-таки его вышить серебряной ниточкой. Получилось у меня не сразу, только с третьего раза я перепарывала, отпарывала. А один раз, второй раз вообще психанула, отрезала то, что вышло неправильно, и начала заново. Третий раз у меня получилось. Вот вы видите схему, которую я использовала. Обычно абсолютно монохромная схема. Ну, так какова дальнейшая судьба этой вышивки? Захотелось мне сделать брошку. Я подумала, что это нужно сделать вроде как кабошончик, только мягенький. Кабошон, если кто не знает, это такая форма огранки камня, при котором одна сторона остаётся плоская, а вторая выпуклая, круглая такая. Я подумала, что если взять за основу картонку и сверху положить синтепон, и потом этой вышивкой это дело обтянуть, и снизу под картонку как-то приклеить или закрепить ниточками, то получите как раз такой мягенький кабошончик. В принципе, получилось, но получилось кривовато, из-за того, что дома у меня был либо совсем тонкий картон, даже не картон, а плотная бумага скорее, либо уж совсем толстый картонарный, чего бы мне не хотелось, потому что он очень прибавляет толщину. И получилось кривовато. В общем-то, думаю, что с этим делать, как-то я даже расстроюсь, и в результате я решила, что всё это хозяйство я приделаю к фетровой основе, и будет у меня это не брошка, а вышитая бисером колье о плечи. Вот что у меня в результате получилось. Вот эта вот кривизна, с которой я обтянула картонку синтепоном, она пошла на руку, потому что я оплела этот кабошончик бисером асимметрично. Это, если кто поймет и кому интересно, это мозаичное плетение с двумя нарощенными зубчиками с двух сторон. Вот такая вот у меня штуковина получилась. Саму форму колье о плечи я скачала в интернете, вырезала из бумажки и перевела на фетр, вот карандашиком контуры. Может быть, кто увидел. И я уже начала, в общем-то, бисером по контуру этого плечи тоже вышивать. Я думаю, что вот по центру у меня будет такой кабошончик, а всю остальную часть я обошью бисером. А бисер у меня есть в наличии китайский, вот такой вот, немножко золотистый, я бы сказала, цвета розового золота. Что мне в нем нравится, он прокрашен изнутри, поэтому у него такой мерцающий эффект. Это, на самом деле, такой способ окраски, это мой самый любимый в бисере. Есть также старый советский стеклянный бисер цвета слоновых ахилл. Есть у меня бусины под жемчуг, они в форме риса сделаны. Есть еще у меня круглые бусинки. На самом деле, то, что вы видите, это не все запасы, которые у меня есть. У меня есть подобных бусин много. И я, в общем-то, решила, что будет такое колея плечи маме в подарок Новому году. Несмотря на то, что это все светленькое, оно с претензией, скажем так, на что-то такое более чем просто светленькое, я подумаю, что женщине возраста моей мамы это вполне подойдет. Единственное, конечно, нужно будет придумать сзади застежку, то есть докупить какую-то цепь, может быть, застежку или тугу, или еще что-нибудь, посмотрю, в общем. Я просто захотела с вами поделиться, чтобы вы видели, что пока я болела, я не бездельничала, что я тоже что-то очень хотела сделать. Я, слава богу, уже встала из кровати, могу вполне спокойно вышивать себе. Уже начала отшивать клеит она. Думаю, что в начале следующей недели постараюсь выложить первый отсчет. Там тоже все не так просто, как казалось бы на первый взгляд. Тоже мне свои заморочки. Вот, девочки и мальчики, спасибо за то, что вы посмотрели. Рада была с вами поделиться своими болезненными достижениями. Если у вас есть какие-то идеи по поводу того, как можно это колье расшить, забыла вам сказать, что я захотела расшить колье техникой фриформ. То есть не как по конвейле, по накладной конвейле, где бисер выстраивается в строгом таком порядке, как это обычно в схемах бывает, а как бог на душу положит. Тем более, что один бисер у меня китайский, другой у меня советский, третий вообще непонятно какой. Я не знаю происходение этих бусин, просто в один прекрасный день они у меня появились. Вот и все. Буду рада посчитать ваши комментарии. Спасибо всем за поддержку. Спасибо вам огромное, дорогие мои, за то, что вы заходите ко мне. Я думаю, что скоро я все-таки выздоровлю и смогу активно смотреть ваши видео и оставлять комментарии к вашим видео, потому что вы снимаете очень много такого, чего меня вдохновляет и заставляет меня рожать какие-то новые идеи. Они у меня в огромных количествах в моей голове и не оставляют меня ни днем, ни ночью и даже во время болезни, как вы видите. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok